Привет, друзья! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua и в этом обзоре мы рассмотрим женские швейцарские часы Invicta из коллекции Reserve Excursion. Часы крупные, массивные, диаметр корпуса составляет 40 мм, в толщину 15 мм и вес для таких размеров абсолютно небольшой, 104 грамма. В принципе, часы не тяжелые, комфортные. Корпус здесь сделан из позолоченной нержавеющей стали. Сталь, как вы можете видеть, глянцевая, зеркальная, дорого, солидно выглядит. Единственное, что нужно постоянно за ней ухаживать, протирать специальной салфеткой, так как такой вид стали очень легко собирает любые потертости и отпечатки пальцев. Ремешок сделан из натуральной кожи. По цвету здесь скорее темно-коричневый цвет, но он как-то очень интересно переливается. Здесь и черным он кажется при некоторых углах обзора, и темно-серым. Поэтому смотрите, решайте сами, какой вы видите цвет в этом ремешке. Внешняя его сторона прошита черной ниткой по контуру, и сама кожа внешне как лакирована, с внутренней стороны шероховато. Здесь вот подписано, что это натуральная кожа. Здесь два фиксатора для регулировки длины ремешка и застежка, как и корпус, позолоченная нержавеющая сталь, форма классическая. Также на застежке гравировка коллекции резерв. На задней крышке часов выписаны практически все характеристики этой модели. На заднюю крышечку еще наклеена пленочка. Кнопки и заводная головка имеют уникальные характерные формы, свойственные для часов Invicta из коллекции. резерв экскуршн, очень удобные изгибы кнопочек, прекрасно ложатся под форму пальцев, настраивать эти часы удобно и комфортно. Безель в этой модели не вращается, он статичен. Вы можете видеть на безеле минутную разметку. Но она здесь нужна не для фиксации интервала времени, а для того, чтобы вы имели возможность считывать время либо сметок часов на циферблате, либо на безеле. То есть вы сами выбираете, как вам удобно считывать время. Давайте пойдем сверху вниз. Стекло здесь закаленное. Flame Fusion это фирменное стекло, которое выпускает компания Invicta по запатентованной технологии. По прочности это стекло не уступает сапфировому. Циферблат достаточно глубоко посажен. Здесь вы можете видеть в нижней части дни недели. Есть простой секундомер-хронограф. Несмотря на наличие этих функций, циферблат очень хорошо читается. Здесь явно выражены стрелки часовая и минутная, и минутная часовая шкала по окружности циферблата. Стрелки и метки покрыты составом триднет, который накапливает энергию и светится в темноте. Значит, секундомер запускается верхней кнопочкой. Вы можете видеть, что секундная стрелка секундомера пришла в движение. Останавливается также верхней кнопкой. И нижней кнопочкой обнуляется. В правом верхнем маленьком циферблате идет основная секундная стрелка часов. То есть, время сейчас идет. Есть также маленькое окошечко даты. И внизу заветная надпись SwissMate, которая говорит о том, что механизм и сборка этих часов швейцарские. Значит, в первом положении заводной головки на один щелчок я выдвигаю. По часовой стрелке, если не ошибаюсь, нет, я ошибаюсь. Так, давайте переведем время во втором положении, чтобы дата перескочила. Значит, во втором положении, так уж получилось, с него начали, меняется время. И в первом положении, все-таки, да, по часовой стрелке устанавливается дата. И на этом функционал модели закончился. В принципе, часы универсальные. Это и повседневный стиль. Это, может быть, и не максимально серьезный деловой стиль. То есть, casual, какой-то пиджачок. И эти часы будут абсолютно уместны. На этом закончу обзор. Надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня. Пока.